Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Пасадскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи гаражно-строительного кооператива «Майор Лик-1» по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан 39-летний уроженец ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у гражданина сотрудниками полиции был обнаружен изъят сверток темного цвета, обернутый полимерным материалом с неизвестным веществом внутри. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством героином массой 3,58 грамма. По данному факту, следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Незаконное приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбытии наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефону дежурной части ОМВД 540 18 39 или по телефону доверия ГУ ОМВД России по Московской области 692 70 66. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Пасадскому району поступило заявление о 37-летнего жителя города Москвы о том, что неизвестный похитил с одного из участков в СНТ ветеран медный кабель. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 23-х и 40-летние местные жители. По данному факту следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и належащем поведении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова